Ой-ой-ой, ты что делаешь, а? Это же больно, а? Ой-ой-ой-ой, ладно, мне некогда с тобой, но, ого-го-го, да ты клюешь, ой-ой-ой-ой, прямо клюешь, ты что делаешь, а? Да, залез в ней и командует, ну что ты делаешь, а? Ну-ка, вот ты смотри, что сделает, а? А я тебя за нос-то потаскаю, ой-ой-ой-ой, да ты залез, ты что делаешь, да больно щипает, щеплет-то, а? Ой-ой-ой-ой, да ты же еще маленький, и такой дрочун, а? И вот тогда он начал на родителей нападать, они вдвоем его вышибли из гнезда, и все, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ну, ну что, давай, что-то делать надо с тобой, иначе это никак. А если я наушниками закрою уши-то себе, может быть, это, ничего? Ты не испугаешься их? Я уши-то закрою, если, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это кто тебя так научил драться-то? Ну ладно, дам маленько, на. На, держи. Ну вот, все-таки задобрить тебя надо маленько хоть. Задобрить, ладно? Молодец, давай поглажем. Это фулиган настоящий вырос. Так я тебя разве так учил делать, а? И наушники не спасает от него. Давай сюда, слазь. Вот так, приучил тебя здесь, слышишь, Гуля? Ну, вот. Ты, гляди, еще делает, а? Ты все руку исковырял уже. Давай, кто кого, ну-ка, давай. Ой-ой-ой, да смотри, как больно. Тазик поставил купаться, он залез и крылья отломил кверху-то, а что, не замочил мало. А когда много-то дал воды, там вода холодная, он застыл. Грел, грелся, грелся. Ну, хватит, 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 давай. Давай, слазь, слазь, давай. Грел, 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 грел. Да ты мне... Да ты что такое-то, а? Мне надо работать, а ты... Тоже мне нашелся хозяин. Ну-ка, давай поищем. Где тут написано про голубей. Голубь. голубь голубь ну-ка что-то есть или нет 85 раз в канонических книгах и два раза в не канонических 3 езда 526 из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу ой 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 да больно же это давай давай на руки ну-ка давай вот он еще такое а даже хулиган вот он какой у меня вырос вырос то здесь родился там маленький счета счета рассердился то не пойму ой это похоже что видимо видимо это голубь не голубка такой сердитый но что такое но и беги лети лети давай давай лети вот он куда все ух какой вырос сейчас только снег ставит отнесу на крышу хулиган настоящий это невозможно дерется как ну ладно посмотрю чего у меня тут ребята ой 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 вот так придумал куда садится то но давай я тебя заману сюда вот ну-ка давай ну-ка не больно делает ой 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 да скребет были бы волосы хоть какие-то ой 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 все 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 давай слазь но я говорю голову за счет брать-то фига как смотри посмотри что скоро сергей там обработает сколько сейчас и время время 3 часа я определяю вот так я раньше не смотрела козлов где вот он как замечание сделал что надо хотя бы 12 часов вот здесь это у меня что и к 9 часов по утрене здесь 7 но это маленькая 1 минута 44 секунды называется помилуй мя боже покаяние благодарение словословие это вчера у нас канон андрея критского считали а вот это две море и в житиях святых вот еще поставил недавно 84 просмотра но рядом уже 64 а 64 64 на я не вижу 64 ну да ты прав вот так ну вот теперь чего у меня тут запасе есть несколько потому что вот проверяю я когда кто-то приходит появляется новый ролик вот мы менеджер я ставлю вот тут под замком вот замок это означает уже готова только сорвать замок надо остался без жены нищей жены помилуй мя боже это поставил я уже и сейчас следующее еще огнушаясь даже одежда которая осквернена плотью про одного вчера говорили еще одно всегда учащиеся и никогда не могу считать дойти до познания истины вот и сколько это у меня запасные но время еще не позволяет и вот посещение общее у нас просмотров было 901 тысяча девятьсот шестьдесят семь вот 1731 подписчик вот так ну-ка давай-ка слезем ой 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 еще такое а отца то вот тут ты тут смотрел еще еще такой сегодня агрессивный то я тебе сегодня тазик воды дал помыться ты пошел тут и глянь еще делает тебя еще два месяца нету и ты такой дрочун вот так 2 числа будет два месяца я тебе говорю голова твоя птища какие у тебя там мозги то маленькие совсем видал ты он глаз выкнет ну-ка но еще счет тебя так все не это ну чем недоволен то непонятно ну чем недоволен то ну давай я тебе дам семечки твои любимые держи 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 с тобой не договоришься только подкупать надо везде голуби просто не такой ты простой оказался парень ты ну все давай иди гуляй давай как дать тебе еще нас есть какой ли что ты меня долбишь ты даже больно ну-ка давай помогу но но еще усыпился конечно хороший вырос а какой от отца у него половина шеи коричневая спинка все все беги гуляй давай давай я тебя подброшу как кверху давай опа о нажал по клавишам пошел играть гляди вот так ой-ой-ой видимо куда лезет прямо на меня привыкли садись ну вот тут еще сделаешь приучил я его значит а ну-ка давай давай я тебе на руки возьму давай на руки на руки на голове это нехорошо я встану может быть отойду от него я начинаю молиться да еще он эту тут вот эти он их теребит все клюет то ли считает то ли еще как крылья то у него готовы какой-то нервный стал такой а счету такой нервный то стал а ну чё такое пошел ну ладно некогда мне с вами надо свое дело делать выгляжу тут переписка вот так делаю обновление и начинаю искать кто новый пришел новых никого нету теперь надо найти на почту вот почта в mail.ru это замечательно о алинаускас тут все тут он пишет добрый день извиняюсь за беспокойство не могли бы вы подсказать где можно скачать работы августина в отношении пеногианского к вам не рекомендовал обратиться брат андрей сисенис из лондона от него вам также и привет передаю недавно была у него операция помолитесь также за его здоровья с уважением эрик капинаускас докатая какой-то литовец капинаускас ну так и есть за брата этого брат андрея говорит так мы за него молимся каждый день важный хороший человек от него у нас было оформлено приглашение великобританию ну определенным причинам значит не воспользовались мы ну надо же по пеногианство и она-то умершая все работа августину не знаю это не по моей отрасли другое дело по голубям ну-ка давай как все но это еще повадился на меня садиться то это уже прям неуважение какое-то что ты делаешь головной такой августин пеногианство сейчас я буду искать пойду куда google любимый туда зарядим отношению убирать пелагианство ну вот теперь что посмотрим есть или нету пелагианство решение августина грехи и благодати ну так если это я могу ему и дать википедия пелагианство теория которую выдал западный богослов пелагий споры начались в начале 5 века были первым большим богословским кризисом возникшим среди западных латиноязычных христиан согласно этой теории первородный грех не влияет на человеческую природу а человек по-прежнему способом выбирать добро или зло без помощи бога ничего себе грех адама был плохим примером чего такое да знаю что тебе надо на взяткой отбиться от тебя только можно давай ну все 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 тут не наберешься на тебе беги гуляй еще себе поел и меня же бьешь ты смотри прямо это у его ее а то разве так делают а это не по-христиански но что ты делаешь вот так или гулять избаловался в чем там эру избаловался в баллов так я ему все посмотри я пойду в другую комнату сейчас подожди сиди здесь я пойду в другую комнату вот так давай где он ну-ка какой давай какой хороший давай давай сюда скорее где он ну-ка иди сюда он с полу не знает как взлетать давай скорее пошли скорее гуля 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 давай давай я спрятался он за мной глядит ну-ка еще такое пошли ну-ка иди сюда пошли скорее гуля пошли скорее давай он лишь он не может понять ты я у него разделенная я его понимаю он не может догадаться где я но все такое оттуда давай-ка тебе кверху туда дяди володи вот так вот все все я ушел ушел сейчас он за мной полетит вот такое дело я он ты где сидишь пошли сюда пойдем он лишь два двое на двоих она разделяется а счет сидишь то ну-ка пошли я пошел пошел все вот один когда я я хожу туда-сюда он за мной такая летает привязана как котенок бегает сейчас ему не как развоенный а чё ты там остался знаю еще выманывает с меня лакомство свое пошел я сейчас он должен залететь Где он? Ну иди сюда, иди, иди скорее, иди. Он смотрит на тебя и на меня. Пошли Гуля, 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 пойдем, пойдем. Не будет, наверное, летать. Ой, Гуля мой, Гуля. Иди сюда, иди, 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 иди. Ну все. Все, да. Идем. Там сидит. Он не прилетит уже, он на двоих раздвоился, я знаю, что. Я ищу теперь для этих. Помолиться надо за Андрея. Пелаги Блаженны, Августин. А-а-а-а. Вот это. Ну вот я ему теперь это посылаю. Посылаю и ответить. Все. Отправил. Мне нельзя никак. Если я покажу ссылку, вот это, ну, какая вот здесь дается-то, меня сразу заблокируют. Никогда раньше не было. Испакостили совсем. Такая хорошая система была в мой мир. Даже лучше ее не было. Сегодня мне один сообщает и говорит, вас заморозили на ВКонтакте. Я пошел, правда, ваш канал замороженный. А почему? Ничем нет. Это все попы. Я уже узнавал когда-то, а они двум-трем, там, сколько требуется жалобы. Говорят, они не знают, я на нем не бываю, там, модератор работает. А они своим прихожанам сделай, там, пожалуйся. И они блокируют. Такая подлянка идет. Ужасно. А чего там им не знают? Я там не бываю, а ответы даю. Ответы выставляют. И чтобы ответы не давали, блокируют. Самое страшное, что может ожидать, это не война с Украиной. Если отдадут власть церкви. Это самое ужасное, что может постигнуть страну. Они неудержимые в этом вопросе. Такое безумие идет. Так. Что там? Это, кажется, Анатолий идет. Вот он прошел в окно, там, отсюда выйдет, через окно, посмотри. Прошел уже. Каждый бьется со своей стороны, нападает по таким... С сектантами легче даже как-то о чем-то говорить. Я говорю, узнаешь даже, а зачем ты? А батюшка сказал. Да какое же батюшка имеет право-то? Вот у меня статья, это наша краевая газета «Алтайская правда». Была. Я могу даже сейчас вот зайти и это показать. Вот это в Word. Сейчас вот мой документ. Дальше вот это у меня написано Word. И в Word надо посмотреть для Слова Божия не туз. А, Б, В, Г, Д. Вот. Вон она. Выше, наверное, да? Вот повыше. На две. Вот. Вот для Слова Божия не туз. Вот я сейчас покажу. Так. Вот какое дело. Статью поместили. Кто же такой Игнатий Лапкин? Это у меня в книге она есть. Этим... Это дальше статья, кавычки, открываются. Этим вопросом в последнее время задаются уже не только православные верующие, но и неверующие Барнаула и края. Кто задается где? Ничего нет. А потом откроется все. Но это краевая газета. Она тогда была почти 100 тысяч экземпляров. Наиболее острым он звучит сейчас. Когда какая-то мощная сила раздробляет политическую и социальную активность в нашей стране на партии, общества и группы. Видите, как подходит. Не о Христе, ни о чем нет. Кто такой? В это время я вел занятия в нескольких университетах. Почти два десятка школ. Три радиопрограммы вел. На телевидении выступал. Очень часто публиковался в разных-разных газетах. Ну, даже сказать нельзя где. Все отделы милиции, пять отделов городской, районных отделов городской и краевой отдел милиции. Это за мной были. За мной заезжает машина, я у них там выступаю, лекции, техникуме почти все. Даже трудно представить, где здесь я не был. Воинские части по краю. И вот они за мной гоняются. Это православные написали. К сожалению. Исчезновение единого духа, насыщающего и объединяющего все сферы человеческого бытия, начинает испытывать и православие. Здесь появились люди, которые, в скобках, возможно, и не сознавая этого, ведут христиан к разделению, а церковь к расколу. Какому к разделению? Какой раскол был? Да не было ничего. Это сергианцы. Алтайское благочиние не избегло этой участи. Священнослужители, православно верующие с горьким чувством, наблюдают в эти дни за деятельностью Игнатия Лапкина, сторожа, одной из баз человека, известного благодаря своей обличительной деятельности в годы так называемого застоя. Ну, застой это Брежнев там был. Тогда вообще выступать нельзя нигде. Врут, нахально. Нигде не выступал. Я тогда в годы застоя сидел в тюрьмах. А вот, значит, сказали застой плохо, и они на застой. То есть бесчестнейшие люди. Но если его действия в то время имели какой-то смысл, я сейчас это выделю побольше, сейчас минуточку покажу. Вот. А то у нас что здесь? 16. Ну, я могу сказать на 20, чтобы себе можно было видеть. Да мало того, еще и вот так выделить. Вот. То теперь они вызывают, мягко говоря, недоумение. Действительно, у православной церкви за 70 лет накопились много проблем. Много проблем. За 70 лет это уже советскую власть они тыщут. А у ней были на побегушках, подстилались под нее, как самые последние певички. А она решает их именно сейчас. Ничего она не решала, не решает. Задыхаясь от недостатка православно образованных, энергичных людей. Значит, нужны православные, энергичные люди. И приходится с прискорбием отметить, что вместо реального участия в духовном возрождении церкви Игнатий Лапкин предпочитает обличать перед всем миром недостатки священнослужителей и богослужебной практики. А только что священнослужитель вернулся из заключения, отец Олег, сидел за развратные действия, 6 лет отсидел, с малолетками. Вернулся его на ребятишки, его грязи кидались, и он повесился. Это их действия, какие есть. Другой в тюрьме сидит, Зосима, развратные действия с малолетними. Ну а там Зосима-то, это не его имя, Михаил. Я подошел, говорю, где здесь Зосима? Мишка, иди сюда! А он там играет, я не знаю, что там, в шахматы или что. Там они другие совсем. Вот они священнослужители, но только не говорить. Ну хорошо. Обличать так. Священнослужители и православные верующие неоднократно пытались объяснить несовместимость его действия и высказываний с образом мысли и поведением православно верующего человека, который он себя считает. То есть я считаю, а на самом деле не православный. Но эти разговоры привели к тому, что и священнослужители, и паства сами перестали понимать, кто же такой Игнатий Лапкин и к чему он стремится. Его многочисленные высказывания в среде прихожан Покровского храма, он один был храм, выступления в различных организациях Барнаула, попытки организовать из православных верующих и новообращенных отдельное общество, непонятно какого вероисповедания заставляет православно верующих прервать свое долгое молчание и дать некоторые разъяснения в печати, кто такой Лапкин. Тем более, что все выступления его обычно адресуются людям, незнакомым с сутью православия и церковной жизнью. Ну да, вы же не идете, не проповедуете. Православно верующих удивляет, что Игнатий Лапкин, отличающийся прекрасной памятью на церковные каноны, берет на себя роль учителя без благословения на той церкви или без рукоположения в сан. Он ведь знает, что употребление власти учительства в церкви принадлежит иерархии, и мирянин, который, обойдя церковную иерархию, присвоит себе эту власть, подлежит осуждению. Ничего этого нету. Это в церкви, внутри церкви. Игнатий Лапкин сеет смущение в души самих верующих своими бесконечными осуждениями, пророчествами и придирками, какие-то пророчества. Ни одного в моей жизни пророчества не было. То есть сплошное сергианство, то есть заложить. Выступая на предвыборном собрании неформальных объединений, как представитель православной церкви Игнатий Тихонович, в порыве обречения церкви священнослужителей, почему-то совсем забыл о цели проповедической деятельности любого настоящего христианина. Он забыл. В рождественский вечер в телефильме «Преображение» называют священнослужителей наемниками на службе государства. Ай-яй-яй. Неудивительно, что митрополит Ставропольский Бакинский Едион, будучи митрополитом Новосибирским, потерял всякое терпение и назвал его врагом церкви. А то я уже сидел, сидел в тюрьме, и он в это время якобы назвал, не видел это, где, уже подшитые дела, меня судить надо, исследователь сидит, курят, вот, Владимир Кузьмич, и он прорезал такие вот туда под эти под шнуры подсунуть, прорезал на листиках и подсовывал. Я говорю, так это уже количество листьев, да ничего, пойдет. Едион написал на меня что-то. Подобная деятельность все больше укрепляет православных во мнении, что Игнатий Тихонович ищет уже не Божьего, уже, то есть было Божьего, а уже нет. А личного ищет. Укрепление своего личного авторитета и средств влияния на людей за счет православной церкви, на почве которой он держится и духовно окормляется. То есть, что ни слова, каждое слово требует пояснения, и все неправда. Православная верующих удивляет, что Игнатий Лапкин себя выдает за представителя православной церкви и учит людей, прикрываясь ее святым именем. Церковь и так долго терпит его «православие», в кавычках, в котором он смешал протестантский отказ от авторитета священнослужителей, стремление ветхозаветных иудеев из священства к освобождению от контроля со стороны государства, старобряческие формы воспитания и языческое философствование на прогулках по кладбищам. В своем стремлении совместить все и быть везде Игнатий Лапкин не может найти себе места нигде. Поэтому православные верующие убедительно просят различные организации, жители Барнаула и края не смешивать интересы православной церкви и пасты с интересами и Лапкина. Самому же ему можно сказать уже только одно. Не ревнуйте до того, чтобы делать зло, ведь скоро почти каждая страница Евангелия будет свидетельствовать против вас. От имени православно верующих Барнаула Федор Хапов, Иванова, Шестаков и другие Барнаул, Алтайская Прада, 28 февраля, 1990 год. Ну, ясно, что это время Горбачевская перестройка, уже все идет где-то. Вот. И спрашивается, а кто такой Шестаков, Хапов? А они потом по отдельности ко мне приходили на дом, вот так упадет на колени и плащет. Простите, меня отец Николай Войтович заставил написать. А он как? Не причащу, если напишите. И они написали, а потом ко мне приходят. Результат-то какой? А вот дальше. Небольшой разбор статьи. Вот я даже могу даже прочитать. Вот. О, а че ж такое-то? Вот. Вот небольшой ответ. Почему? А, это мое уже ответ. Председателю районного народного суда женно-дорожного района Барнаула Лир. Исковое заявление истец Лапкин, отвечает газета «Алтайская правда». Барнаул, Короленко, 105. В газете «Алтайская правда» за 28 февраля 1990 года была опубликована клеветическая статья против меня, Лапкина и Т. Оскорбляющая мои достоинства как человека и в первую очередь как православного христианина, что квалифицируется как преступление по статьям 130-131 УК РСФСР. Это исковое заявление вызвано не чувством мести, а как необходимая оборона. Статья 13-14 «Газета отказывается давать адреса тех людей, кто подписался под статьей. Позже Хапа Федор приходил с покаянием ко мне на дом, другой внезапно умер в рассвете лет. Всех их надоумил написать сей Пасквиль, никто иной, как привыкший травить, мстить, бросать стрелы, не показывая своей руки, как учат его протоколы сионских мудрецов, благощин Алтайского края Войтович Николай Павлович, известный метрофорный с отверстием, то есть служить с отверстием царских врат. Для нас слово «враг церкви» равнозначно, что и слово «враг народа», сказано в 1937 году. Эти слова лишают человека в намерении авторов и чести, и наследия, и церковных благах, таинствах. Теперь небольшой разбор статьи. Вот смотри, одна статья, сколько вызвала. «Ведут христиан к разделению от церковь к расколу». Ответ, я отвечаю, «на суде будет показано многими свидетелями, более 500 человек, слышавшими мои выступления, преподаватели институтов, техникам, училищ, школ, руководители предприятий, командирам воинских частей, политработникам, милиции, прокуратуры и многих верующих, что обвинители мои не правы абсолютно в каждом своем слове поношения, а решила о крещении, что мочили. А еще бы я их знал с крещенников, наоборот, я заступался». Дальше. «Попытки организовать из православных верующих и новообращенных отдельное общество непонятно какого вероисповедания. Я отвечаю, «это оскорбление равнозначно тому, как если бы верному коммунисту бросили в печати обвинением, что он скалачит фашистскую группировку. Всякая иная неправославная группировка для православного верующего есть гибельная, непростительная вина». Третье. «Употребление власти учительства в церкви принадлежит иерархии, и мирянин, который, обойдя иерархию, присваивает эту власть, подлежит осуждению». Это я в редакцию отнес. Ответ. «Редакция пропагандирует ложь, ибо апостольское пятнадцатое правило гласит, что мирянин может быть учителем. Об этом же учит и Христос. В газете ни разу не говорится, что Лапкин учит в церкви, и тем более безведомо в обход иерархии. Сказано же это для того, чтобы подогнать подсуществующее определение церковного правила». Четвертое. «Игнатий Лапкин выдает себя за представителя православной церкви и учит людей, прикрываясь ее святым именем». Мой ответ. Одного этого обвинения в годы инквизиции было бы достаточно, чтобы сгореть рядом с Яном Гусом и с протопопом Аввакумом. Суд должен компетентным быть и решить, кто из нас православный. Имеет ли право безбожная газета бросать мне в лицо перед всем алтайским краем этот позорно упрек в моем неправославии? А обвинение по силе равно статье в той же Алтайской правде за 31 августа 1989 года. «В секте есть и дети». Это тоже пример. Шипулин против меня и на который я просил опубликовать опровержение. Но тогда еще коммунисты были. Но это также не было выполнено. Почему же меня лишает возможности защитить свою честь, как православная верующая священника? Пятое. Он смешал протестантский отказ от авторитета священнослужителей. Ответ. Это совершеннейшая ложь, ибо я чту священство и знаю его авторитет. Шестое. Стремление ветхозаветних иудеев и священцев к освобождению от контроля со стороны государства. Ответ. Смотри журнал «Огонек», номер 15, за 90-й год, страница 20-я. Возвращение блудного сына Александра Нежного в статье, где показан позорный, унизительный симбиоз горнего и низшего, церковного и партапарата, влезшего в дела церкви. Церковь отделена от государства, и государство не должно вмешаться в дела церкви. Огонек, номер 44-48, за 89-й год, беседа Александра Нежного с Харчевым, Константином Михайловичем, председателем отдела по религиозным культам при Совете Министров СССР. Позорная декларация митрополита Сергия в июле 27-го года дала простор антихристовым силам в лоне церкви. Теперь же нет даже попытки освободиться от этих пут и вызывает агрессивный всплеск обвинений в мой адрес. Седьмое. Старообрядческие формы воспитания. Ответ. Истинно христианские формы воспитания позорятся. Газета пользуется набором прежних стереотипов в шельмовании неугодного уполномоченному по религиозным культам. Это не без него. Восьмое. Языческое философствование на прогулках по кладбищам. Ответ. Даже непонятно, что имеет в виду газета, о каких кладбищах, о каких философствованиях. Главное оскорбить, досадить, унизить. Вообще отвечать даже нечего. Ничего нет. Девятое. Скоро каждая страница Евангелия будет свидетельствовать против вас. Ответ. Откуда безбожные газеты это знать? Моя жизнь на виду не найдена преступного. Согласно статьи 7 века РСФСР прошу провести открытый суд по этому факту оскорбления меня в печати 19.4.90. И вдруг появляется такой материал в редакцию газеты Алтайская правда. Вы увеличите, Игнать Ильич. Я его увеличу сейчас. Но это очень интересная статья. Притом это не на один день. Так, это что у нас? Ну, 150 если я сделаю, тут пожалуй как раз будет. О, замечательно. Вот мы его увеличили, а потом я скину. Познакомишься со статьей «Кто же такой Игнатий Лапкин?» Напечатанный в газете Алтайская правда 28 февраля 1990 года мы сочли своим христианским долгом ответить на этот вопрос тем, кто его поставил, назвав себя православно верующими и тем, кому было обращено письмо. Игнатий Лапкин исповедник православной веры. Тем, кто называет себя православно верующими, это известно. Исповедника называется, кто сидел в тюрьмах, в лагерях за слово Божие, но не умер. Умер – это мученик. Должно быть известно им и то, что христианин, страдающий за свою веру, подвергающийся преследованием со стороны властей за проповедь Слова Божия, исполняет одну из важнейших заповедей Христа, свидетельствия о своей вере страданиями за нее. Православная церковь учит нас подвигу исповедничества и особому участию к тем, кто претерпевает и претерпел узы, особенно заверного Христа. Помните узников, увещевает апостол Павел, как бы и вы с ними были в узах. Евреям 13.31 Учит нас православная церковь также тому, что лжесвидетельство и клевета на своего собрата по вере есть тяжкий грех, каким бы он не совершался, пусть даже и церковными властями. Как бы он не совершался. Авторы письма «Кто же такой Игнатий Лапкин?» заявляют, что Игнатий Лапкин был известен благодаря своей обличительной деятельности в годы застоя. Думается нам, что непозволительно тем, кто называет себя христианами, так же, как и газете «Алтайская правда», опубликовавшись после суда над И.Т. Лапкиным статью «Златаулса Второй строительной» от 26.7.86 предлагать читателям заведомо неправды. Игнатий Тихонович Лапкин был судим за распространение заведомо ложных измышлений порочных советский общественный и государственный строй статья 190 Прим, по которой осужден Лапкин, сегодня отменена как нарушающая конституционные свободы и несоответствующая духу Хельсинских соглашений. Судимый осужден Лапкин был за распространение магнитофонных кассет, на которых записал творения святых отцов Православной Церкви, жития святых, Библию, полное собрание творения Святого Война Златоуста, за что и был назван Златоустом в статье «Златоуста Второй строительной» Автор этой статьи оказал сам того видимо неведа и высокую честь Игнатию Лапкину, сравнив его с великим проповедником, которого особо чтит Православная Церковь Златоуст. Игнатий Лапкин был, как известно, не единственным в нашем отечестве узником совести. Так называют у нас на родине и за рубежом тех, кто был судим за свои убеждения. Когда началась перестройка, он был освобожден и помилован вместе с другими политзаключенными, а потом реабилитирован. Его исповедническая деятельность известна не только читателям газеты, но и многим людям о нашей родине и за ее пределами. Обвинение, которое предъявляет Игнатия Лапкину, автор письма в газете о намерениях вести христиан к разделению от церков к расколу, не имеет под собой никаких оснований. Проповедническая деятельность Игнатия Лапкина направлена к тому, чтобы предотвратить любые разделения. А они возникают, когда христиане служат не Богу, а людям, не истине, а церковным руководителям. Христианам завещано быть нелицеприятными и обличать дела тьмы, никоим образом не участвуя в них. Как написано-то, подымая голос против церковной лжи, Игнатий Лапкин способствует возвращению русской православной церкви и ее нравственного авторитета в обществе. Он говорит о тяжких болезнях, которыми поражена церковная иерархия, духовенство и миряне, испытавшее долголетнее давление и вмешательство атеистической власти в церковную жизнь. Гласность открывает нам сегодня многие закрытые темы во всех областях общественной жизни. В церкви нет закрытых тем ни для иерархов, ни для мирян. Православная церковь не партия и не коллектив, управляемый лидерами. В ней не может быть конформизма, в ней невозможно тотальное подчинение мирян иерархии и духовенству. В церкви действует только любовь. Но любовь, по слову апостола Павла, не радуется неправде, а радуется истине. 1 Коринфянам, 13 глава. Никакие законы церкви не запрещают мирянам свидетельствовать об истине и обличать церковную ложь, даже если она исходит от священноначалия. В православии, в отличие от католичества, нет непогрешимых служителей. Святой Иларион Пиктовийский заметил, что в истории церкви бывали периоды, когда уши народа оказывались святее сердец иерархов. Вообще здорово. Надо же, какое выражение. Есть в письме тех, кто считает себя православно верующим, строки, которые в недавнее время могли быть квалифицированы как доносительство, предшествующее обычное преследование расправе. Особенно эффективным был донос, опубликованный в газете. Авторы письма в газете утверждают, что Игнатий Лапкин не участвует в духовном возрождении церкви и пытается организовать из православных верующих и новообращенных отдельное общество, неизвестно какого исповедания. Будучи хорошо осведомленными о православном исповедании Игнатия Лапкина, неоднократно засвидетельствованного им в его трудах и проповедях, мы можем с горечью отметить, что авторы письма, называя себя православно верующими, очень далеки от духа православия. Потому они принимают православие за неизвестно какое исповедание. Мы считаем необходимым, напомните авторам упомянутого письма, что православие и доносы в газету несовместимы, и что письмо, подписанное ими, слишком живо напоминает не столь давние времена, когда преследовалось всякое свободное слово и обличение неправды, а любое инакомыслие считалось преступлением. Подписи. Феликс Светов, писатель, Москва, Ленинградский проспект 2843, Александр Нежный, писатель, Москва, Нахимовский проспект 23, корпус 2, квартира 27, священник колеи Вифлянцев, Одинцова, проспект Новоселовский, 18-14, священник Сергий Каперман, Москва, улица Русаковская, 2776, Дмитрий Ханов, вестник христианско-информационного центра, Москва, улица Останковская, 30-135, Владимир Зелинский, и адрес, Филатов Сергеев, я уже не стал писать, научный сотрудник США и Канады, Михаил Осадчев, Казушин Борис Львович, член инициативной группы движения Церковь и Перестройка, Крахмальникова Зоя Александровна, кандидат филологических наук, Москва, Ленинградский проспект. Прошло несколько лет, несколько лет, и подписанты, статьи, кто же такой Игнатий Лапкин, стали подходить к Лапкину по одному и каяться, говоря, что их подбил на подписание этой статьи благочинный Войтович Николай Павлович. Прости им, Господи, не ведают, что творят. Вот и весь ответ. А началось-то с чего? Закроется где? Началось с голубя. Совершенно с ничтожного. А с ничтожного мы вышли на очень важный момент. Все, где он? Сидит, наверное, там? Там нет. Ну-ка. А ты что здесь сидишь? Давай. Опа! Вот он где мой. Давай, котобой, мы и закончим. Вот так. Ой, ой, заворчал. Вот как. Изничтожность еще аж полезная. Вот мы это и сделали. Даже не ожидал, что что-то будем записывать. Это у меня книга для слова Божьего нету. Она вся. 750 страниц, вся из документов, не считая нескольких моих проповедей. Что печатали о нас, о деревне, о детском лагере, о районной газете, краевые, союзные за рубежом. Кто знает, пусть зайдет на наш сайт. Наш сайт, мы его даже можем показать, как он выглядит, наш сайт. Вот, пожалуйста. Вымыслы человеческие. Ненавижу, закон твой люблю. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот. Видеоканал, вот это вот только нажать. Вот. А это православный форум. Вот нажать, жать здесь. Ну, я к примеру скажу. Вот я нажал на него. Все. Православный форум. Вот он, наш православный форум. Пожалуйста. Где он? Вот он. Православный форум, знаете, Олапкино. Вот теперь назад, если возвращаемся. Вот. Видеоканал, жать здесь. Нажал. Православный видеоканал, открытым оком. Наш сайт богатейший. Вот я сейчас попутно даже покажу. Новый завет с толкованием. Вот все книги к изданию Лапкино для скачки. Вот я нажал. Вот все книги. Все, какие изданы были. Вот 33 тома, по 750 страниц. Открываю. О, на голову. Залетел, сел. Посмотри, что делает, а. Это еще делаешь-то. Вот так какие картинки-то. Пускай Осипов такую картинку сделает, или Патриарх. Кто там выступает. Да никогда. У них и голубей нет. Кто-то даст им, они выпускают их. Ой. Вот теперь. Это вторая страница. Дальше. Новый завет с толкованием. Вот я его нажал. И вот новый завет, вот я его тоже пришлось издать. Скачать том первый, том второй, том третий. Пожалуйста. Гравюры. Новый завет. Гравюры. Мы их раскрасили. Получается 240. Вот. Для слова Божия нет. Вот это самое, о чем говорю. Вот открываешь. И вот, пожалуйста. Вот что-то тайна сия велика есть. Любой только нажми, и ты будешь так. Не отвращайся от трудной работы. Правила поведения жителей. Не потеряйся неба потеряевки. Вот я вот сейчас нам нажал. 325-я страница. Вот только нажал на нее. Вот она вышла. Видишь, как прекрасно сделана. Это на нашем сайте. Книги так легко искать. Вот теперь я возвращаюсь на это. К истинному православию. Вот я воткнул. Вот она, главление идет к истинному православию. И что? Ну, допустим, Божий храм, торговля несовместима. Я нажал ее. Вот она теперь, текст. Вот он вышел, текст. Опять возвращаюсь назад на этой книге. И дальше, что проповеди. Вот я нажал проповеди. Вот мои проповеди. Вот я в храме стою. 1136 проповедей в храмах Барнаула и Потеряевки. Дальше. Список проповедей. Палфавит. Вот я нажал. А сначала было не так. А, Б, В. Вот они идут. Какой том, какая страница. Какой том, какая страница. Ну, это 1300. Каждая проповедь 25-30 минут. Вот. А дальше. Список проповедей по местам писания. Эти же проповеди по-другому. Допустим, ты смотришь на сегодняшний день. Матфея. Первая глава с 1 по 12 стих. Где это? Том 19 и страница 597. Первая глава с 1 по 25 стих. Том 16. Вот так. То есть, Матфея. Вот видишь сколько? На какое место писания. Говорил я проповедь. И где ее можно найти. Какая работа проделана. На Марка, на Луки, на Иоанна. Пожалуйста. Деяния апостолов. На все послания. Это все пришлось делать самому. Так, чтобы легко было находить. Вот теперь мы нашли. 123 занятия в Потеряевке. Вот провел. Тематические. Вот они и есть. Благодарность. Бог века сего. Богослужение. Брак по алфавиту. И какой том. Книг открытым оком. Это книги открытым оком. И вот где они находятся. Пожалуйста. Что такое дальше? Занятия. Где это? Проповеди. Аудио. Ну тоже. Аудио. Библия. Начитанная Лапкиным. 3137 стихов. Мало того, насчитано. Вот я открыл. И вот глава Библии. Где? Глава Бытие. Исход. Вся Библия. Вот она. Начитанная. Я насчитывал дважды. Первый раз до ареста. На магнитофон. А потом уже на компьютер. Непосредственно. Звук и видео. Самые богатые материалы. Звук и видео. Что? Аудио. Файлы. Аудио Библия. Повторно начитанная. Архипелаг ГУЛАГ. Творение Иоанна Златоуста. 12 томов. Житие святых. 12 книг. Добротолюбие. 5 книг. Григорий Дещенко. 4 книги. Ну и так. Вот. Дальше. Видеофайлы. Детский концерт. Потеряевка. Занятия. Фильм. Занял первое место на киноконкурсе документальных фильмов в России. Златоуста с Потеряевки. Причувствие. Первое место на международном киноконкурсе. Это она. Снятый фильм. Красноярский филиал. Свердловской киностудии. Ну и так дальше. Все написано. И вот как. Это вот я насчитываю. Златоуста. Фотография. Вот хотелось показать. Звук и видео. Допустим. Ну. Мне нравится. Житие святых. Я нажимаю. Вот. Житие святых. 12 книг. Я нажал. Пожалуйста. Житие святых. 12 книг. Это 365 дней. В каждый день. Определенное число житий. Но там написано. Первый век. Пятый. Десятый. А следующий. Второй. Третий. Восьмой. Вот так перепутано. Я выбрал из 12 книг. Первый век. Вот оно. Второй век. Третий век. Четвертый век. То есть. И каждая вот эта вот отдельная циферка. Отдельно. Это. 8 часов 20 минут. Вот. Так. Это что? Кассеты. Век первый. Кассета одна. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Ну. Вот как показано где там. Или дорожки. Дорожка. Если это 2 часа 8 минут. Вот так. А вот каталог. На житя святых внизу. Вот смотри. Я нажал на него. А теперь каталог. Вот в первый век. 5-7 сентября. Мученики. И вот. И они сифор. Когда. 49.50. То есть. Минут в секунду. Где она есть. И сколько. Количество страниц. В книжном варианте. Рядом дается. И вот они все. Файл. Один файл. Вот. Это 8 декабря. Вот показано какое есть. Вот это идет. Что идет? Первый век. Вот первый век. Вот они за первый век из 12 книг выбраны. Ну вот. Большое житие 26. Апостол Павел. 26 страниц. Вот. А еще что какие есть тут? Ну 10. Это Корнилий сотник. Ну 1 век. Это вообще много. 26. 17. Варнава. Ну то есть. Те которые. Уже так люди то и знают. Вот. 13. Марк Апостол. 2 век. Вот они все. На 2 век. Какого числа? Какой файл? Пожалуйста. Вот на 1 файл. Вот за это время. Она небольшая. Видите жития. Столько уходит. А иной файл. Прямо только 1. Умещается. Вот 1 файл. А 1 по 1 файлу. 3 век. Это. Каждый святой. Вот он идет. 3 век. Вот сколько? 4 век. Вот смотри. Мелькает. Это жития. Которое начитано. Какого числа? Кто святой? И какое? И все здесь есть. Это все. Все 20 файлов. 30. 40. 44. Это все файлы идут. Вот. 48 файлов. Так. Каждый файл. Это 2 часа. Видимо. 10, наверное, минут. Сейчас даже что-то могу и ошибиться. 5 век. Вот. 5 век. 6 век. И так каждый век. И каждый век до 19. Вот они идут. 13 и 14. Какая тут проделана работа? Такого нигде нету. Просто нету нигде. Ну, если кто-то знает, скажите, покажите мне. Но я в это не верю. Этого не может быть, чтобы где-то было. Это наша конкретная работа. Так это еще не все. О, сейчас покажу дальше-то еще что. Чтобы увидели тоже. Дальше что? Фотоархив. Теперь фотографии. Ранние. Какого? Что тут? Тысячи фотографий. Но это еще не все. И дальше что? Самое главное во всем сайте нашем, во свете Библии. В Google заряди, во свете Библии по-русски. 4124 ответа по темам. Какие? Государство-правители, грех, деньги, дети, ереси, евреи, женщины, жития, интернет, канонизация, коммунизм, крещение. То есть 55 папок. О, я его задел. 55 папок. Ну, например, так вот. Взаимоотношения. Седьмой пункт. Папка. Я ее нажимаю. Вот все. Теперь показано. Какие? Вот такие. Это такие. 678 вопрос, второй том. В книге Евы непонятно, кто такие эти три человека, пришедшие успокаивать Еву, но в результате осудившие его. И теперь где? А вот теперь я вот только нажму. Щакнуто. Все. Открылся ответ. Это вопросы, которые мне в разных местах задавали. В университете, где я вел занятия. Смотрите, какой большой ответ. Сколько мест писания? Любой вопрос. Вот я даже навскидку скину. И посмотрите, сколько. Еще и поэзия. Еще и поэзия, и стихи. Вот. А так, а что означает эта поэзия? Кто написал? Сергей Есенин. Ответ Сергея Есенина Демьяну Бедному. Редкое стихотворение очень. Вот. И да, дальше что? Ну, а дальше что? Меня интересует пища. Посты. Три вторая папка. Я нажал ее. Вот вопросы. Если пища после воскресенья осталась, а она с маслом, то в понедельник ее выбросить, разве это не грех? Восемьсот седьмой вопрос, второй том. Открыл? Вот он ответ. Ответ какой? Думаю, что при грешении не столь великое, один раз допускаю, что можно ее доедать. Но дальше, чтобы не было этого лукавства, уничтожить оставшиеся или замораживать, а самого себя за это наказать. Эти маленькие ответы, но на самом деле они очень большие. Дальше идет где? А вот уже девятнадцатый том, двадцать пятый. Есть мнение, что в пост можно есть кальмаров, так как это не рыба, а насекомое. Ваше мнение какое? Я вопрещаю. Что такое кальмары? Видите как? А размером обычно такого-то они бывают. Самыми крупными, беспорщенными, животными. Кальмары рода такой. Это, видите, полное, к мясу относятся, белков и прочее. И дальше стихотворение. А чье? Ольга Чумина, писательница. Я пользуюсь стихотворениями, ну, примерно, четыреста поэтов. Четыреста мировых поэтов. Вот сколько у нас сокровища здесь. Ну, вот отдельно русский язык. А что особенно? Вот священство, сорок шестой пункт. Нажал, пожалуйста. Почему священники складывают в пальцы руки не как прихожане для крестного знамения, а как старобрядцы? Ага, семьсот сороковой, второй том. Вот такие вопросы. Вот зайдите, и вы найдете. Вы найдете все для себя. Самый богатый здесь вот разбор выступлений. Сорок первый пункт. А каких разбор? А вот, разбор ответов Максима Козлова. Разбор ответов Патриарха Алексея. Разбор ответов Юрасова. Гумерова. Митрополита Кирилла Гундяева. Фефилакты. То есть все это разбор на основании Слова Божия. Вот, пожалуйста. Это все на нашем сайте. Ну, а на форуме? Ну, на форум легко перейти. Вот только шагнул. Ну и все. Теперь уже на форуме. Сколько у нас тут показать сокровища какое? 1583 темы. Вот она где идет. 1583 темы. Темы большие-большие. Материал практически весь. Вот у меня, ну, что сказать тут? Посещение посмотреть. Небольшое. 278 было. Вот вчера там 248, 238. То есть где-то это. И в течение 4 месяцев по 240 человек заходит, и ни одного отзыва нет. Приходят и приходят и приходят. А зачем они приходят? Они приходят то, что им нужно. Они находят и спорят совершенно не о чем. Вот так. Ну-ка в окошко глянь, кто там идет. Быстренько сфотографируй. Бегом проведи. Я увижу потом. Ну, куда, смотри. Что, кладет мне? Не к нам? А то дверь открывать надо. Я беспокоюсь об этом. А то надежда в речку нового. А, вон как. Вот теперь мы смотрим, что у нас здесь. Вот последнее было, и это есть. Вот вчера разбирал две Марии. Почему вы считаете на каноне Андрея Критского имя Марию Египетскую? Вот. Я сейчас только включу немножко чуть-чуть. Мария Египетскую считает, а не Мария. А Мария Магдалин не знает. Вот. Все это объясняет. И я остальное все убрал. И только с чистой жития оставил. Они одинаковые. По 17 страниц. И почему было не заменить одно другим хотя бы нынче? Повторяю. В житии Марии Египетской не было даже полдня в жизни, чтобы она жила по Евангелию. Вообще не было. Она его не знала. Это была прославленная блудница. Каких мир не знал? Ну, блудница чем? Она красотой своей берет. Старается соблазнить. Получить деньги. Она ничего этого не делала. Она все делала только для наслаждения. Такая похоть в ней была. И была бедная и бедная. Есть нечего было. Только на блуде ей дают деньги. Она не берет. Она прям готова ей была уже стать христианкой. И это все написано. Я выписал это. И я сократил до четырех страниц. То и другое. Видите, понятно какое. А зачем это нужно? Затем, чтобы знали. Чтобы не было этой слепоты. А дальше Мария Магдалина. У которой все по Евангелию. И ее ни разу не считают. Это читает. Да сколько это лет-то читает? Это тысячу... Наверное, тысячу двести лет. Лет. Во всех храмах. И Мария Египетская. Ей никто не подражает. Мать и Мария. Она матерью ни для кого не была. То есть ложь. Сплошная ложь. Обман. Не была. А Мария Магдалина. Она для тысячи людей. И через нее сегодня еще обращаются. А она действительно мать. Ну и когда говорю мать и Мария. В уме только поворачиваю. И понимаешь, что речь о Магдалине идет. За египетской никто не пойдет. А за Марией Магдалиной сегодня, может быть, сотни тысяч идут. Сегодня. Те, которые проповедуют. Которые говорят. Это то, что вот на наших роликах здесь написано. Все, однако. Отошел. Сейчас узнаю, кто пришел.